У нас автомобили. Где у нас? Стареньки, подойди, пожалуйста, к нам сюда. Я здесь. Где ты? Я думал, это служба безопасности. Дорогой, скажи, пожалуйста, значит, вот тут вы сказали предположение, что это Chevrolet C10. Это правильно? Это правильно, это правильно. Скажи, подойди, пожалуйста, ближе сюда. Смотри, интересно, какой автомобиль. Давайте так, дорогие гости. Год автомобиля. Ты шестьдесят седьмой. Шестьдесят седьмой была версия, еще версия. Шестьдесят пятая. Восемьдесят, кто там восемьдесят? Ну давай, давай, подключайся, подключайся. Восемьдесят третий. И кто у нас ближе всех? И кто? Шестьдесят седьмой? Шестьдесят седьмой ближе. Но это неправильно, да? Это неправильно. Шестьдесят третий. Шестьдесят третий. Ладно, не буду обучиться. Какой год машины? Шестьдесят восьмой год. Шестьдесят восьмой год. Шестьдесят восьмой год. Посмотрите, какая красота. Какой волшебный автомобиль. Кто мне скажет, как называется вот эта балда? Присос. Ну, в общем, он прав на самом деле, в какой-то мере. Воздухозаборник. Ну, я бы не сказал, что это... Вот это вот вся конструкция, вот это вот, мне интересно. Что это такое? Курбиратор. Курбиратор. Курбиратор говорят. Нет? Может, курбиратор? Корщ-биратор. Курбиратор. Я говорю, где у меня курбиратор тут? У меня в предыдущем конкурсе участвовал. Куда я подарок ему приготовил? На работу надо тюнинг делать. Так, ну так что? Есть версии-то еще? Что это такое? Нагнетатель, говорят. Нет? Он сейчас в лоб по руку падет. Ну что, скажи нам, пожалуйста, как называется вот эта балда? Корпус воздушный. Да, все просто. Ларчик открывался просто, друзья мои. И внутри стоит воздушный фильтр нулевого сопротивления. А внутри находится, снаружи находится корпус фильтра. Все просто. Просто вот он красиво, да. А для чего? Объясните мне. Он сделан вот таким вот образом. Для чего? А, ну принимаем, да, коллективный ответ. Абсолютно верно. А вот такой суперсложный вопрос. Суперсложный. На чем ездит автомобиль? На колесах. Хорошо. На каком топливе ездит автомобиль? Бензин. Бензин. Автомобиль ездит не на бензине. Он ездит на смеси. Воздух. Ветрометана. Воздух с бензином. Абсолютно верно. Поэтому, так же как и человеческий организм, который живет благодаря белкам и углеводам, которые в смеси производят энергию, так же и двигатель автомобиля. Он работает на смеси кислорода и бензина. Соответственно, вот эти пропорции выстраиваются благодаря электронике, карбюраторам и так далее. Но это все сложно, не будем углубляться. Так вот, что используется для того, чтобы увеличить внутри компрессию? То есть, чем больше воздуха мы нагоняем, что в машинах используется? Компрессоры. Отличный вариант. Еще что используется? Турбины. Абсолютно верно. А если у нас мотор атмосферный, что мы используем? Ну, пассивный динамический наддух. Назовем это так. Чем быстрее едет автомобиль, тем быстрее встречный поток воздуха бьет вот сюда. Эй! Послали. Послали. Вот. Тем больше он туда нагнетает своим естественным ходом воздуха. Скажи, максимальная скорость этого монстра какая? В последний раз 264. Аплодисменты. Аплодисменты. Друзья мои, а теперь внимание. Этот автомобиль у нас непростой. Этот автомобиль у нас с великолепных гонок, которые называются... «Москл Анлим 500». «Москл Анлим 500». Сколько лошадиных сил в этом авто? Это сейчас волнующий момент будет. Я знаю ответ на этот вопрос. У меня такие узкие брюки. У меня просто обычно бывает реакция, когда я слышу цифру. Сколько лошадиных сил? «Больше 1100». «Больше 1100 лошадиных сил аплодисменты!» «Больше 1100 лошадиных сил аплодисментов!» «Больше 1100 лошадиных сил аплодисментов!»